Всем привет, вы на канале Тёмная Лиция Геймс, меня зовут Дима и я продолжаю проходить игру Металла 2033. Я вам всем, друзья, желаю приятнейшего просмотра. Не забывайте, друзья, ставить лайк и подписываться на канал. Вам, друзья, будет несложно, а мне очень-очень-очень будет приятно. Так, 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 так. Паролог, друзья, мы с вами успешно завершили. Идем, 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 идем. Мы сухой идем. Опа, папа. Будет, друзья, с нами игрушку, это дальше проходить. Игрушка очень интересненькая. Я вам рекомендую перед прохождением и мы без дела почитать, это сказать, книги, которые прочитать все три части, а уж потом играть и выиграть. Этой станции недолго осталось, если нападение чёрных не прекратятся. Мы должны что-то сделать. Да что ещё мы можем сделать? Чёрные нас всех перебьют до единого и сожрут. Неси, доктор, не стыд. Давай послушаем Хантер. Я за. Серёженька. Серёженька, моего никто не видел. Серёженька. Зава. Ночью, не словно, приношно зон. Госпиталь переполнен. Всё, подпись. Мам, мам, плюш, а то наше сождание. Что же делать? Идем, идем. Не хотел тебя отпускать на это дежурство. Что все, не надо? Пётр, на фоли от него. Не видишь, он раненый. А, извините, не узнал. Лёху Рыжево. Жалко, людей, жалко. Проходите, товарищ сухой. Здорово, Артем. Да, Лёва. Так, 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 так. А, подожди, у тебя ничего такого интересного нету. А фортики, мотки, нет, ты фортики не даёшь. Ой, мы тут вас за, о. Родные рвутся к раненым своим. Во, вспышка получилась. Охерена. Никаких улучшений. Этим утром ещё двое скончались. Чёрные убивают не сразу. Но они словно разрывают нам мозг, душу, рвут. Люди сходят с ума. И умирают. Или пост. Подожди, сухой, подожди. Боже, когда же это закончится? Я больше не могу. О, Господи. Не трожься. Я тебя понимаю. Всё будет хорошо, ведь я пришёл спасать мир. Здесь очень интересная заметка. Я вам рекомендую её прочитать. Антар очень классный мужик. Спасибо ему. Если бы не он, друзья, а тем же так бы и всю жизнь прожил бы на БДНХ, не встретил бы, как говорится, классную жену свою будущую, охуенную Анечку. И не попробовал бы различных предвлечениях. Ужас, ужас, капец, а. Тёрт, конечно, людей. Это Хантер. Всё в порядке. Мутанты не стучатся. Давай открывай, чёртовы ворота. Хе-хе. Мутанты не стучатся. И вошёл тёмный рыцарь. И отправил Артёмыча на славную миссию. По спасению человечества. Спасибо. А теперь закройте ворота. Давно не виделись, Хантер. Рад видеть тебя, Саша. Здравствуй, Артём. Ну, Хантер, какие вести с полей? Что в мире творится? Ну как, да всё как обычно. Все говорят только о вашей станции. И этих, ваших мутантах. Артём, я тут прикупил древние открытки с видами Нью-Йорка. Держи. Это не просто мутанты, поемни. Это что-то новое. Что-то страшное. Чёрное, да? К чёрту детали. У нас в Ордене заведено так. Врагов надо истреблять. Чёрное убивают. Кто-то проник в главную вентиляционную шахту. Они идут сверху. Чёрт, подери. Только этого не хватало. Чёрт, уже за стенкой наша больница. Кирилл, бери своих, закрывай туннель. Саныч, мы остаёмся. В этом зале. Согласен. Спасибо, не бы никого ждать, а ты мне пистолета. Да ладно. Где же они вылезут? Да где угодно. Да не больно. Сюда. Больница рядом. Запах крови. Да уж. Говорится, веселье начинается. Куда-куда-куда. Молодец, Канта. Блин, зараза, что ж вы такие-то прикрыватели, ребята. Хоть твою нить, а? Ладно. Ну, давай, всё, кое, сибирись. Блин, не получилось, всё удержать. Вот это, сука, главная уника. Меня, 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 меня. С тобой всё нормально. Да. Конечно, этот-то не пропадёт. Получилось, друзья, не только одну штучку-дрючку, решётку открыли, а получилось удержать целых три, видите, я молодец. Обычная туннельная нечисть. Даже когда ты не видишь чёрных вокруг, они всё равно рядом. Ты о них думаешь, ты их боишься. Страх их оружие. Прочие туннельные гады бегут от них, как крысы. Чёрные не просто мутанты. Это Хомонолус, следующая ступень эволюции. Выживает сильнейший, знаешь? Так вот, это не про нас. Да что с тобой случилось? Ты как скотина, которую ведут на бойню. А я буду цепляться за жизнь до последнего. Понял? А когда отправлюсь в ад, прихвачу с собой этих твоих, Гомонолусов. Пойди, глянь! У меня в госпитале десяток проверенных бойцов пускают слюни и бормочут ерунду. Даже душу мы... Чёрный напарень, внешний бот пост уничтожен! Нет, не могу, не могу. Добраться, нет, добраться. Ещё не выход. Одному дьяволу известно, что творится за последним рубежом вашей обороны. Я пойду на разведку. Слушай меня внимательно, Артём. Если я до завтра не вернусь, ты должен добраться до полиса и найти человека, которого зовут Мельником. Расскажешь ему, что случилось со мной и что происходит в ваших туннелях. Покажи Мельнику вот это, чтобы он поверил, что ты от меня. Я надеюсь на тебя, Артём. И подведи. Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой уничтожить. Понял? Хантер не вернулся. Сбежать с ВДНХ мне было непросто, но я ведь дал ему слово. На следующий день к Кришской уходил караван. Караванщик набирал охранников, и я завербовался. Поговорились. Бабушка, здорово! Вот, стот, перевертался, кушает компот! Вот, стот, перевертался, ей мечтает снова! Вот, стот, перевертался, перебежит на лед! Так, так, берем. Ага, есть, отлично, супер, клясно. Тих-тих-тих-тих-тих. Друзья, рекомендую, просто прочитайте все три части метро и другие книги, так сказать, книги, без яглухлоск, он классный писатель. Реально. Привет! Извини, Артём, тут пока закрыто. Только дозорные моменты. Ничего страшного, спасибо! Прекрасная музыка. Где ты вообще эту запись нашел? Она, друзья, погнали! Да, вот! А, теперь давай нарисуем что-нибудь другое. Ну, например, давай нарисуем домик, в котором ты хочешь жить с папой и мамой. А домик большой? А когда вернется мама, мы ей покажем твой рисунок, и она обрадуется. Скажешь, что ты молодчина. Хорошо, я нарисую. Пап, а когда мама уже вернется? Скоро вернется. Обязательно вернется. Видела бы она, как ты вырос. Да, пожалуйста, есть пушечка. Так, вот так, чё? Ну, вот, этот мужчина, так он пазан, что он оборачивается ко мне и говорит, девушка, если бы моя жена была так, как вы, я был бы самым счастливым человеком на земле. Ближайшие 50 лет нам не должен подняться. Ну, я ему, что же ваша жената не готовит. Спи спокойно, дорогой, ну, вообще-то, я как бы не женат. Ой, прелесть какая. Ну, так давай, подруга, вперед, с песней. Вот молодец, баба. Женщина, девушка. Ой, молодец. Всюду грязь какая-то. Невозможно просто. И люди грязные, вруны, лицемеры, предатели сплошные. Ты прав, парень, везде грязь. Да и от тебя подванивает. Офигенный собеседник. Ну, посмотри-ка, кто тут такой чистюля. Под ноги смотришь, заследил туда, убирать, кто будет. Ну, дэнка. Ну, я же просил тебя, никуда не отходи. Знаешь, как я за тебя, вот так же совместно. Не когда, не когда больше не делай. Вязь и ресурсов. Хорошо, пап. Извини, я больше так не буду. То есть она в этой века живут 200 человек. Хотя я даже по книге узнал. Эй, ты, иди-ка сюда, милчина. Погутарим, милюха. Не болтать, ясно? Иди, Артём, иди. Нечего тут ошибаться. Тюрьма для воров. А ты честный человек. Спасибо за Милчина. Ну, пошли слова. Ну, позади. Господи, и даже, что. Артём, прошу тебя, у меня сын валит, Антошка. Ты не мог быть неловко. Хоть пару патронов дать нам на лекарства, я тебе верну, как только смогу. Спасибо, Артём. Есть ещё добрые люди. Игорь, пожалуйста, я помню, я рад помочь людям. Без хорошего автомата, считай, нету солдат. Эй, молодцы. Все эти слова будут. Ваня, погнали. Такой защиты хватит точно. Опять наш хаусер. Да, давай, сухотина пьяная. Выбирай свой подарок. Что, мячик? Держи карандаши. Не карандаши. Не карандаши. Нужно. Сейчас сегодня утро, но не слышали. Ольга, можно снять. Кривнусь, если ты не встанешь, я вернусь от сковородка, и тебе храна. Ладно, пошли, пошли. Это очень громко, я не слышу, не всех слышу. О, чёртю. Ты чё? Ты чё? Ты чё с пустыми руками собрался? Господи, ты чё? Мы вооружение, ты барахлись как следует. Хорошо, что как хорошо. Привет Артём. Привет у вас с этим новичком. Похоже, совсем зелёные щедро. Ответь и породился с калашом в руках. Солдатами становятся. Ни черта не так. Есть люди, которые торгашами рождаются, или шлюхами. Солдат это призвание, понял? Да брось. Родился с двумя руками, двумя ногами и одной головой, что намного важнее. Значит годен к воинской службе. Стреляй и пригибайся. Вот и вся наука. Ну да. Так, ладно. А, улучшение. Артём, тебе оружие нужно? Давай-ка посмотрим. Автомат калибра 5,45. Сделано на Кузнецком мосту. Стреляет криво, перегревается в 10 секунд. Поэтому называется ублюдком. Название прям подходит ему. Стреляй короткими очередями и патронов не забудь набрать. Универсальная зарядка для фонаря. Батареи заряжать. Ну и противогаз. Надевай везде, где высокая радиация. Или на поверхности, если тебя туда, ну, не дай бог, занесёт. Армейские аптечки на всякий пожарный. Так, теперь всё, окей. Хочешь опробовать свой арсенал? Прошу, мой тир. Ну и просто постарайся первое время особо не высовываться, окей? Окей, окей, спасибо. Так, так, так. Всё. Спасибо. Жокар, ты мне не автомат не даёшь, не добавит не даёшь. Спасибо. Так, где Жека, 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 Жека. Жека. Ты думаешь, мы доживём до того дня, когда снова сможем жить наверху? Я вот никогда Москву не видел. Только старые фотографии. Нет больше никакой Москвы. И нас тоже скоро. Не будет. Земля достанется мутантов. И мы сами виноваты в этом. Но ведь было метро и в других городах. В Питере, в Минске, в Киеве. Вдруг там кто-то выжил? Может, вначале там кто и спасся. Но сам подумал. Ведь сколько лет прошло. Сколько лет! А связь ни с кем так и не установлена. Эфир молчит. У других городов ведь не было такой противоракетной системы, как у Москвы-то. А Петербург? Какой чудный город был. Собор его невероятный. Адмирал тейство с золотой иглом. Я вот отлично помню летние вечера на Левском. Всё битком. Девушки точёные фланируют красотки. Детишки с морожеными шариками. Отсюда музыка несётся. А воздух? Какой воздух? Не додышаться. Какой прекрасный мир мы уничтожили. Это я согласен. Молодец. О, привет. Ну чё, как? Всё охуенно. Опа, привет. Ладно, сынок. Ты готов? Слав. Слышал уже, наверное, что мы собираемся с Ришской заключить договор о союзе. Ну и в качестве жеста доброй воли этим караваном отправляем им пока что гуманитарную помощь. Они там бедно живут. Вы должны приглядывать за грузом. Ехать тут недалеко. И туннели вроде спокойные. Артём, послушай меня, сынок. Я вижу, ты всё на Хантера засматриваешься. Тоже хотел бы сталкером стать, наверное. Но у сталкеров, у них ведь другая жизнь. Они от природы суровые. Жестокие даже. Ты не такой. Так что не играй там особо в героя, ладно? Проводишь караван до Рижской и возвращайся домой поскорее. Береги себя. И ты себя береги сухой. Петра. Судьба. Конечно, судьба. Погнали. Поросенка не хочешь приручить. Ну или там усыновить. Недорого. Хочу-хочу. Один уставший. Она, погнали. Ну-ка. Каравану присоединяешься. Ну удачи. Спасибо. Честь имею. Ну что, готов выдвигаться? Готов. Готов? Тогда двинули. А я бы, если такой уж такой он изобрел, точно бы сликнулся и повесился. Представь, твое изобретение – главное орудие убийства на планете. По местам. Ты, Артем, садись сюда. Никто ничего не забыл? Все, затарился? Тогда пошли. Эй, ребята, вы на Рижскую едете? Типа того. Не подбросите? Не вопрос, но с зайцем не поедешь. Придется поднапрячься чуть-чуть. Всегда готов. Тогда двинули. Ну все. Удачи всем, кто остается дома. А нам с вами, парни, удачи вдвойне. Ну, мужики, пожелайте нам удачи. Ну как, готовы немного прошвырнуться? Круто, да, Артем? Наконец-то свобода. Хотя бы на время поездки. Думаю, будет здорово. Не опасно. И это еще круче. Так я покинул родную станцию. В первый раз с далекого детства. Мне было неловко, что я не сказал о чему всей правдой. Я не собирался возвращаться домой с Рижской, но я не мог подвезти Хантера. Так откуда ты? С Рижской. Я тут челночу помаленьку, туда-сюда. Покупаю товар. Метро, наверное, повидал, а? Давай, давай, двигай. Ближайший базар на следующей станции за Рижской. Там уже большое метро начинается. Я раньше частенько в поле съездил. Но теперь туда так просто не попадешь. Нужно или везение, или паспорт гражданина Ганзы. А че так? Ну, Ганза ведь все метро соединяет своим кольцом. И станции у нее куча. Но чужаков там не любят. А если через Ганзу ты не можешь пройти, потому что гражданством не вышел, тогда тебе дорога лежит через красных фашистов или через простых бандитов. А эти ребята в последнее время совсем озверели. Если никого рядом нет, друг другу глотки режут. Что случилось, Перь? В Алексеевской застрял военный караван. Какое-то обрушение туннеля или что-то в этом роде. Так что вам придется ехать по служебному туннелю в обход Алексеевской. Вот дерьмо. Ненавижу этот тоннель. Ладно, Петр, открывай ворота. Не торчать же здесь пожизненно. А че у него такого в этом туннеле? Ну, это вроде как обычный тоннель с виду. Темноватый только. Я в прошлом месяце шел им и не понравилось мне. Совсем. Поосторожнее там. Ничего, мы на брезине, вооружены. Все будет хорошо. Все будет офигенно. Потому что с вами друзья Артемыч, супер-герой метрошки. Проклятие. Голова просто раскалывается. Если поможете качать, доберемся быстрее. Женя, помоги ему. Нам этот тоннель поскорее бы проскочить. Артем, прикрывай тыл. Есть. Домчим нас с Дарижской в три секунды. Нам убираться отсюда надо. Давайте побыстрее, а? Мне тут страшно с ними. Страшно. И жалко их очень. С кем это? С ними. Ты что? Не слышишь, как они плачут? Ты про кого говоришь? Какие они? Да что тут творится такое, а, Борис? Борис! Что это за мать? Что? Что со мать? Голос. Артем! Сюда! Если мы хотим выжить, мы должны уничтожить эту угрозу. Любой ценой... Голос. Ниже не обязательно. Голос. Где прибыль? Что? Какая сложная угроза? Н견и, ради этой угрозы. Все смешно. Теперь не сможем проиграть. А что за мать? Какая сложная угроза? Голос. Ниже не за мать. КОНЕЦ КОНЕЦ Что происходит, а? Чёрт! Вставайте! Просыпайтесь, ради Бога! Борис! Очни я, Борис! Ай, бесполезно! А, Боже, а, стрелять! Стреляй по ним! Я на рычагах! Очнитесь! Вы суда! Блин, патроны кончились! subscriptions Пойди, мехи! Ух ты... Пойди, мехи! Пойди, мехи! Ох, нет! кто-то спасибо черному если бы не он огромное спасибо черные друзья на самом деле очень даже хорошее но друзья пока на прессе игрушки уничтожить патроны берегу берегу же даже гранат нифига нет а что тут такое произошло полюсет по и глибов сделать и не оставлю шею упасть переда бежать после берете бежать идем твои ребята снял бьете прошу уже у вас горячая ночь пропустить по стаканчику не помешает я думаю я тоже думаю об этом уже в следующей миссии на моем пути рижская была только первой остановкой но дальше я должен был идти один перед тем как расстаться мы выпили за то что остались в живых говорят водка делает храбрее но мне было все так же страшно зато я нашел нового попутчика поначалу он мне очень не понравился спасибо за просмотр пишите комментарии ставьте лайки всем пока пока игрушка класс и вы молодцы